У меня сегодня радостная новость. Я сегодня получаю в автосалоне новый автомобиль УАЗ Патриот 2019 года. Это мой пятый автомобиль УАЗ Патриот. Сейчас мы его заберем в сервис его официального дилера. На него будут зимние колеса и мы поедем на полигон и на нем прокатимся и получим первое впечатление. Ну как первое, а ну не первое, потому что на автомобиле УАЗ Патриот 2019 года мы уже выезжали в Казахстан в экспедицию, но в условиях снега мы прокатимся впервые. Вот этот самый автомобиль я сейчас прям с пылу с жара из автосалона буду забирать. Автомобиль уже прошел предпродажную подготовку. Вот осталось только поменять колеса с летних на зимние. Ручка не отрывается. Как приятно садиться в новый автомобиль. Я выбрал себе комплектацию УАЗ Патриот, комплектация максимум, но без кожаного салона, с задней печкой и с блокировкой дифференциалов. Учитывая план экспедиции, который мы построили на 2019 год, у нас стала задача создания собственного экспедиционного парка, на котором мы могли бы возить в экспедиции участников, у которых нет своего внедорожника. Вариантов было несколько. От Дастера до Нивы. Получив в прошлом году автомобиль УАЗ Патриот 2019 года, в декабре, мы на нем отправились в Казахстан в экспедицию Каренжарык и проехали на нем несколько тысяч километров. В том числе довольно мощно шли по степям, прошли пески и после этой поездки я принял решение, что наш экспедиционный парк будет состоять из автомобилей УАЗ Патриот. У нашей декабрьской экспедиции в Казахстан на Каренжарык вы увидите на нашем канале о путешествиях, дорогие дороги, буквально в ближайшее время. Мы открываем раздел, который будет называться «Мой УАЗ». В этом разделе я буду честно, непредвзято рассказывать об эксплуатации именно этого автомобиля в условиях внедорожных экспедиций. Я автомобиль беру не для жизни, я не буду на нем кататься каждый день, у меня для этого есть другой автомобиль. А вот в условиях экспедиции, в условиях внедорожных выездов, поездов, рейдов, выходного дня эксплуатировать буду только автомобиль УАЗ Патриот. То есть, собственно, всю правду об этом автомобиле, все плюсы, минусы, недостатки, бюджет я буду рассказывать в нашем блоге. Что предстоит этому автомобилю? С загрузкой в 4 человека, это 3 пассажира и 1 водитель, он будет путешествовать по маршрутам, которые мы подготовили в 2019 году. Это будет у нас и Турция, это будет Мангистау, это будет Памир, перевал Дятлова, Башкирия и другие замечательные места. По всем этим маршрутам будет ездить этот автомобиль. То есть, это будет не только асфальт, это будет бездорожье. Порой будет сложное бездорожье, особенно, когда это касается маршрутов по Башкирии и на перевал Дятлова. Задача этого автомобиля – комфортно и безопасно перевозить участников и следовать по маршрутам. Поэтому мы взяли максимальную комплектацию, предустановленную навигацией. В качестве дополнительной опции я взял блокировку заднего дифференциала, ну и для обогрева пассажиров автомобиль с задней пачкой. Автомобиль УАЗ Патриот у меня уже пятый. То есть, у меня было два пикапа и было два автомобиля просто УАЗ Патриот. Я прошел все стадии и все размеры грабель. И сейчас подготовка этого автомобиля будет вдумчивая и только необходимая. На автомобиле провели предпродажную подготовку. У меня в руках сейчас карта предпродажной подготовки автомобилей УАЗ. Этот документ, то есть такой своеобразный чек-лист заполняется на каждый автомобиль, в том числе на мой. И в этом чек-листе отмечены все моменты, которые были выполнены в ходе предпродажной подготовки. То есть, начиная от сверки номеров и проверки сервисных и отзывных компаний, ну и заканчивая проверкой под автомобилем, под капотом, в салоне автомобиля, ну и осмотр кузовных работ. Перечень достаточно большой, порядка 40 наименований, 30-40 наименований. Уменьшилось или увеличилось количество гарантийных обращений по новым автомобилям? Это касается в первую очередь двигателя и кузова. Если мы рассматриваем с 19-го модельного года автомобиль, то количество обращений, я бы сказал, что, наверное, уменьшилось в процентах на 40. Что касается таких критических неисправностей, которые были ранее у нас на двигателях ЗМЗ, это такие, как неисправности роликов направляющих, неисправности привода ГРМ. Здесь все это дело сейчас устранено. То есть, здесь ролики сейчас стоят производства ИМА с закрытым подшипником. В общем, комплект ГРМ здесь стоит уже двухрядный, цепи двухрядный. Но нужно сказать, что здесь двигатель, во-первых, стоит ЗМЗ-Про, у которого 150 лошадиных сил. Поэтому все те неисправности, которые были, носили, так скажем, массовый характер. Они системные, да. Они сейчас устранены. Проблемные места были такие у нас. Это стыки панелей боковин. Вот здесь сейчас видите, здесь герметик. Были проблемные места пока вот эти вот стыки кузовных панелей. То есть, помимо того, что сейчас идет кататорезное напыление, да, обработка, и еще и сейчас идет обработка герметиком. Ну, я еще смотрю, чтобы установить дополнительные укладки. И теперь еще достают. Нужно сказать, что гарантию от сквозной коррозии завод сейчас дает 130 тысяч, либо 6 лет. Что у нас тут будет ранее? На автомобиле у вас профиль, там вообще 150 тысяч, либо 6 лет. Ну, сейчас подписываем договор. Сервисная руководитель, да, вот смотрите. Руки на вот здесь. Все, я счастливый обладатель автомобиля УАЗ Патриот 2019 модельного года. Я не утерпел, забрал автомобиль из сервиса. Сегодня воскресенье, приехал на карьер. И сейчас на карьере просто в душе покатаюсь, посмотрю, вспомню свои вот эти вот ощущения клевые по преодолению бездорожья. И потом опять вернул автомобиль в сервис на доработку. Почему я взял автомобиль УАЗ Патриот? Для нашего экспедиционного проекта Red Offroad Expedition. Во-первых, это новый автомобиль размером с Land Cruiser. При этом это настоящий внедорожник. По цене 1 миллион рублей. Мы планируем на этих автомобилях преодолевать 50-60 тысяч километров в год. Это расчетный километраж по всем нашим маршрутам. Еще наш автомобиль УАЗ Патриот привлек к тем, что все-таки стоимость обслуживания и стоимость эксплуатации достаточно разумная. Покатался, испытал автомобиль не агрессивно, аккуратненько, чтобы без надрыва, так как автомобиль сейчас находится на обтатке. Получил огромное удовольствие от этой поездки. Прошел несколько элементов геометрического бездорожья. Один раз застрял на перегибе, вышел из этого участка. Подъемы, спуски, снег более-менее средней высоты. Завтра я опять отдаю автомобиль в сервис. И в сервисе уже будут мне устанавливать все согласно списка. То есть, что я буду делать, исходя из своего собственного опыта. Первое. Это колеса 245 на 75 R16. Колеса МТ. То есть, грязевая резина. Производителя пока не выбрал. Возможно, это будет граббер. Возможно, будет другой производитель. Почему 245 на 75? Это именно тот размер, который без переделок, без лифта входит в стандартный автомобиль. Затем будет установлено газовое оборудование с установкой баллона 100 литров в багажник. Будет установлен отопитель салона Вебаста. Обязательно будет установлен шноркель с дополнительным фильтром циклон. Шноркель мне нужен даже не для того, чтобы преодолевать водные препятствия. Бездорожью Казахстана. То есть, там, где очень много пыли, мелкая, очень мелкодисперсная пыль, которая буквально как мука. Я делаю шноркель с дополнительным фильтром. В салоне, в этой части потолка, будет установлена потолочная панель. В нее будет интегрирована УКВ радиостанция диапазона 433 и 144, то есть двухдиапазонная радиостанция. И здесь же будет возможность размещать различные кнопки. Будет точно кнопка для управления лебедкой, для управления Грюнером. В штатный бампер я устанавливаю лебедку. Какую, пока не знаю. Мне бы хотелось установить скоростную лебедку, влагозащищенную. То есть, есть несколько вариантов, но я пока не остановил свой выбор ни на чем. Что касается защит. Обязательно защита рулевых тяг, защита раздаточной коробки и силовые пороги. Это будут делать обязательно. Уже сейчас, преодолевая на этом карьере геометрическое бездорожье, я уже пару раз задел и подозрительно хрустнул у меня порог. То есть, для того, чтобы их защитить, будут установлены силовые пороги. Ну, силовой порог еще для чего нужен? Это еще и место упора под хайджек. Обязательно, обязательно установлю столик, откидной столик в заднюю дверь. Практика показала, что великолепная вещь. Открывается задний борт, откидывается столик. И на этом столике располагается перекус. И компания вокруг собирается и очень хорошо и комфортно отдыхает. Пьет чай, режет бутерброды, сало. То есть, мне очень нравится эта идея. Ну, багажный бокс на крышу будет обязательно. Органайзер в багажник. Не уверен, что я его буду делать. То есть, это выдвижные ящики. То есть, так как у меня там будет установлен большой газовый баллон, есть возможность поставить органайзер. Очень хорошо проанализирую, ставить или нет. Лишний вес мне в машине не нужен. Но, с другой стороны, очень много мелочевки, расходные материалы, запчасти, продукты, которые можно разместить. То есть, я посмотрю, сколько будет стоить органайзер, адаптированный под газовый баллон. И, возможно, я его поставлю. То есть, опять же, об этом сообщу дополнительно. И об этом будет целый сюжет. В агрегаты у меня будет залит Супротек. У меня было 4 автомобиля УАЗ Патриот. И во все 4 автомобиля я заливал триботехнические составы. Последние годы я пользуюсь Супротек. У меня никогда с агрегатами не было проблем. Поэтому я в этот препарат верю. И я его буду заливать в агрегаты. Балансировка карданных валов. Это совсем необязательный пункт. Я сниму карданные валы и отдам их на балансировку к своим друзьям в компанию, которая занимается этими работами. Только для того, чтобы проверить, насколько отбалансированы штатные карданные валы. Если есть какой-то дисбаланс, об этом сообщу. Если все хорошо, об этом тоже буду говорить. Сделаю дополнительную предпродажную подготовку. То есть, штатная предпродажная подготовка, она уже на автомобиле сделана. Протяну весь автомобиль. То есть, все, ну не все, конечно, а максимально все резьбовые болтовые соединения. И последний элемент это пружина задней подвески. То есть, дополнительная пружина в задней подвеске. То есть, две пружины. На новом автомобиле установлена двухлистовая рессора. Во время нашей поездки в Казахстан на Каренжер Эйк в декабре месяце автомобиль немного просел. То есть, у меня здесь находилось три человека. В багажнике был груз и автомобиль несколько просел. То есть, при экспедиционной загрузке, я думаю, что вот эта подвеска не будет справляться. Поэтому установлю дополнительные пружины между задним мостом и рамой. Опыта и отзывов по установке этих пружин я не видел. Видел, что их устанавливают. Ну, заодно и испытаю. Если будет плохо, сниму больше с этим автомобилем. Планово делать ничего не буду. В самое ближайшее время, 7 февраля, мы на этом автомобиле участвуем в соревнованиях. В легендарном соревновании «Бермудский треугольник» в категории «Стандарт». То есть, автомобиль без лепетки. Ну и, собственно, посмотрим. Не будем рвать, но вспомним молодость и погоняем на соревнованиях. Об этом мероприятии тоже будет сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok